Всем большой привет! Вот такую большую коробочку сейчас забрала с Азон. Это у меня вынужденная покупка. У меня снова навернулась узмойка, то есть ультразвуковая мойка для инструментов. Ну, короче, опять на те же грабли. Оставляла в ней жидкость иногда и она прохудилась. Ну, видимо, такое было качество и решила уже взять. Надеюсь, что получше качеством. Давайте откроем, посмотрим на нее. Стоила она 3 тысячи с небольшим. Но это была такая, я думаю, как бы скидочная цена, потому что на самом деле я просмотрела и на Валберис, и на Азон. Цены на такие намного дороже. Оставлю ссылочку. Я надеюсь, что цена не изменилась. Если кому-то нужна такая, то можете зайти и посмотреть. Ой, красавица, похоже. Я надеюсь, чтобы хорошо все работало. Я не проверяла на Азон. Я как-то привыкла всегда дома потом все это снимать, распаковки. И если что-то проблемы, чтобы было что предъявить. Так, немного отодвинем. Ладно, пусть брикует. Наконец-то открыла. Посмотрите, какая классная коробочка. Так, сейчас мы уберем пакет, чтобы он нам не мешал. Так, ну, описание здесь по-английски. Я думаю, тут и так все понятно, что можно. Украшения, очки, часы, даже диски можно. Здесь должна насадка быть для дисков. Щеточки для макияжа. Ну, возможно, и для маникюра, наверное, можно. И всякие запчасти чистить. Так, ну и здесь опять та же схема. То же самое. Ничего нового. Здесь у нас указано. Так, ничего я тут не пойму, короче, что указано. Я надеюсь, вы поймете. Короче, вот, если что, можете нажать на паузу и почитать. Так же, как и здесь. Все не по-русски. Открываем. Смотрим. Ух ты. Так, так, так. Специально сделала подальше камеру, чтобы вместилась, потому что тут нереально. Так, значит, здесь у нас есть гарантийный талон, как бы, но он не заполнен. Я не знаю, может быть, заполнять самим, но бог с ним. Будем надеяться, что он не пригодится. Руководство пользователя. Ну, вот здесь уже все идет на русском языке. Цифровое управление. Пять режимов рабочих. Простой выбор. Съемная ванна. Вот из-за чего я ее взяла. Из-за того, что она съемная. То есть, я думаю, что когда я с той ванной выливала, там она была несъемная. И постоянно, видимо, где-то вода подтекала внутрь. Ну, либо она прохудилась реально. Ну, короче, она просто перестала работать. А ремонтировать ее дороже, чем купить новую. Так, здесь у нас рекомендации, как пользоваться. Так, здесь что? Ну, вот можете посмотреть. Здесь в основном безопасность, как соблюдать. Правила применения. Ну, тут, я думаю, понятно. И так все. Вот так она выглядит у нас. Дисплей. Кнопки. Кнопка включения. Затем у нас идет выбор режимов. То есть, вот этой кнопкой устанавливать. И этой выключать режим. То есть, когда она чистит. Вы, допустим, захотели выключить. Эта кнопка идет для выключения. Так, рукоятка. Кабель с вилкой. Съемный бак. Сливная воронка. Ванна из нержавейки. Крышка. И смотровое окно. То есть, чтобы заглядывать, что там происходит. Так, я надеюсь, видно. Почему-то у меня сегодня фокус пропадает. Так, ну ладно. Не будем и долго на этом останавливаться. Давайте уже смотреть. Вот так она красавица выглядит. Можно, наверное, за ручку ее и достать. Так, сейчас. Ой, уберу коробочку, чтобы не мешало. И будем уже смотреть. Знакомиться с ней поближе. Так, здесь уже поближе. Камеру подвинула, чтобы все четко было видно. Убираем пакетик. Ой, какая кастрюлька. Так, что-то я взяла за ручку. А что тут еще у нас платформа съемная? Не подумала. Ну, классно выглядит. Посмотрите, как здесь кнопочки. Так, здесь специальный разъем. Так, главное нам, чтобы совпадало. Ой, как классно она так встала туда. Прям посмотрите, какая хорошая. Не знаю. Я надеюсь, что она будет хорошо работать. Но на внешний вид это просто супер. Мне нравится. Здесь идет сверху пленка. Ее можно потом снять. И кнопочки. Ну, давайте поближе смотреть теперь. Крышка снимается. Очень даже удобно, что она так снимается. Кстати, ее, наверное, вот так надо. Кастрюля. Потому что вот здесь такая выемка. Я так решила, что, наверное, ее все-таки сюда. Хотя, кто ее знает. Мне кажется, разницы от этого никакой. Так. Кстати, я не вижу тут, по идее, для дисков должна быть. Но нету. Вот такая хорошая чаша. Довольно-таки вместительная. Даже больше, чем в той мойке. Макс отметка стоит. То есть до нее... То есть самая большая мера до нее наливать больше уже нельзя. Так. Смотрим. Интересно. По идее, заявлено, что еще. Ну, сейчас я посмотрю. Значит, сама решеточка вставляется внутрь для инструментов. Сейчас что-нибудь положу. Что у меня тут под рукой есть. Вот, допустим, пушер. Все знают, какой он длины. Вот, видите, он и вдоль и поперек. Ну, поперек не помещается. Но вот так вот, по крайней мере, прекрасно помещается. И вот еще ножнички. Вот, допустим, как видите, объем нормальный. То есть должно все хорошо помещаться. Достала специальную инструкцию посмотреть. Да, здесь входит только одна вот эта вот корзинка. Здесь нет этих запчастей для промывания, допустим, часов. Вот такой решетки. И для дисков. Я так поняла, что их приобретать отдельно. Но мне они нафиг не нужны. У меня решетка вот такая еще от старой мойки лежит. Диски чистить я тут не собираюсь. У меня ни один хрен навернулся этот DVD-проигрыватель. Поэтому это мне не нужно. Так, но я все-таки балдею. От вот этой системы достал. Так, ну, сейчас представим, что мы достали. Наклонили, вылили в раковину и поставили обратно. Здесь вот такая вилка идет. И, кстати, такая интересная поверхность. Дырочка для чего-то. Не знаю, вот здесь вот видите. Может быть, если что, лишнее, чтобы вытекало. Ну, короче, интересная конструкция. Давайте теперь включать и проверять, как она работает. Так, по поводу шнура евровилка. Все как бы хорошо. Шнур, сейчас скажу. Но я уже вижу, что он довольно длинный. Метр точно в нем есть. Да, метр может чуть с небольшим. Но я надеюсь, хорошо. Хотя у меня розетка близко, поэтому проблем не составит. Сейчас я залью сюда водичку. Попробуем пока просто на обычной воде. А потом я уже буду чистить инструменты. И тогда уже с вами поделюсь своими эмоциями. Включила в сеть. Загорелось у нас табло. 180 показывает. Это, видимо, 3 минуты, так я думаю. Дальше прибавляется. Никаких звуковых сигналов нет. То есть вот 180, 280, 380, 480, 90, наверное, секунд. Ну и дальше. Эта кнопка у нас выключает сам процесс. Остановим. Прекрасно останавливается. Единственное, вот знаете, нет у меня фольги. Все обрыло дома. Нету кончилось. Недавно запекала. И фольга у меня вся ушла. Вот как назло. Вот как я покупаю ультразвуковую мойку. У меня нет фольги в доме. Как закон подлости. Может быть, это надо сделать, как бы, примета такая. То есть, чтобы всегда была фольга в доме. Тогда не будет ничего портиться. Давайте будем с вами пробовать, значит, чистить фрезы. Я не буду никакой моющей добавлять. Покажу вам. Так, как бы вам показать. Ладно, сейчас несколько штучек возьму. Какие-то самые грязные. То есть, до... Ну, фокусируйся же ты. Не хочет фокусироваться. Сделаем вот так. Ну, может быть, видно, я надеюсь, видно, что они грязные. То есть, они бывшие в употреблении. Мы закидываем их сюда. Также добавляю другие фрезы. Это у меня лоток использованный. А потом я уже их начинаю стерилизовать. Так, руками нам легче взять. Тоже вот покажу. Специально подставила бумажку, чтобы было видно. Ну, они, конечно, выглядят-то чистенькими, но все равно они в пыли. Вот это белое керамическое. То есть, они отработанные грязные фрезы. Давайте закинем. Но по-другому я уже не могу их как-то вымазать, чтобы показать. Вот такой пушер у меня. Ну, он уже, знаете, от времени. Он от сухожара, скорее всего, вот так пожелтел. Конечно, в камеру прям видно, да, что он такой желтый. Прям на самом деле он не такой. Ну, видите, как камера у нас прям хорошо все косяки показывает. Ну, все, давайте включать и проверять, что у нас так. Здесь 268 стоит. Ну, пусть так и будет. Закрыла крышку, чтобы не тарахтела громко. Так, как видите, время тикает. И как остановится, я вам тогда покажу, что у нас получилось. Процесс идет. Я думаю, заметно, что там идут волны ультразвуковые. Все, время остановилось. Нули. Смотрим, что у нас. Там, конечно, время было мало. Пушер желтый так и остался. Но это уже вряд ли очистится, я так думаю. Ну, и тем более в простой воде и совсем мало времени ушло. Ну, давайте, тем не менее, посмотрим. Так, сейчас мы лампу подвинем. Как видите, он желтенький остался. Ну, по крайней мере, вот здесь вот прям чистенько видно такой. Так, ну ладно, он старенький, мы ему простим. С ним уже ничего лучше, лучше уже не будет. Так, фрезы чистые. Я, естественно, буду обязательно добавлять дезораствор, потому что в простой воде я никогда не стерилизую, не дезинфицирую, вернее. Так. Ну, на первый взгляд, все как бы отлично работает. Не будем уже их... Тут они как были, можно сказать, такие остались, потому что фрезы у меня более-менее новые, они не успели сильно забиться. Так, ну вот, я тут сюда прям полную корзину, можно сказать, наклала всяких инструментов. То есть уже налила сюда дезораствор. И сейчас буду стерилизовать уже как надо. Включаю самую, на вот эту вот максимальную. Ну вот, я достала. Пушеры у меня, конечно, уже побитые временем, но тем не менее они прям блестят. Такие прям свеженькие. Ну, ножнички они такие были. Фрезы, они что, они особо не были пыльные. Ну, чистые вот. Как бы все нормально. Не знаю, мне понравился. Прям он так мощнее, мне кажется, гудит. Ну, вернее, выбивает. Вот эти волны прям видно. А в тех вот мойках волн этих особо не было видно. Ну, короче, буду в процессе тестировать, проверять. И тогда скажу вам свое мнение. Ну, я думаю, будет очищать отлично. Хорошая такая моечка, приятная на вид. И вот хорошо, что можно... Видите, поднимаю корзину с водой и отключаются кнопочки. Ставлю и снова включается табло. Можно хорошо будет с помощью ручки выливать и заливать. И крышечка очень удобна, чтобы так снимается. То есть, снял, убрал ее. Ничего здесь не мешает. Спокойно работаешь. Можно даже снять всю эту корзину и принести там, где вам удобно, допустим, доставать инструменты и промывать, чтобы не таскать весь этот агрегат. Ну, мне на первый взгляд все нравится. Будем смотреть, тестировать. Все. Спасибо вам за просмотры. Если понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. И до новых встреч!